Друзья, всем привет! Мы продолжаем снимать про гражданство в Чили и как получить через рождение ребенка в Чили. Сегодня у нас также директор по развитию Чили Китс Чили паспорт Кристина. Кристина, привет! Да, привет, Ленат! Расскажи, как ты говоришь, ребенок может иметь чилийский паспорт? Да, все верно. Ребенок, родившийся на территории Чили, неважно, какое гражданство будут родители, в течение 10 дней после родов получат автоматически себе паспорт. То есть свидетельство о рождении выдается сразу же на следующий день после рождения, и мы в этом вопросе под ключ помогаем клиентам, и в течение оставшихся дней 10 получаем ID-карту, это как раз внутренний паспорт Чили и заграничный паспорт. Таким образом, ребенок получает гражданство в течение 10 дней. Крайне быстро этой возможностью могут воспользоваться любой клиент с любым гражданством из любой страны, здесь не имеют какие-то значения, критерии именно к родителям. Здорово. Я так понимаю, что главное желание, второе, это чтобы женщина была беременна, чтобы ребенок родился в стране. Да, без этого никак. Что еще нужно для родителей, которые сейчас смотрят этот ролик, понимают, что это им нужно, что они хотят такого классного будущего, во-первых, для детей, ну и сами могут, получив этот, скажем, паспорт, получить, скажем, много плюшек, привилегий. Ну, здесь на самом деле, я говорю, критериев к родителям особых нет, самое главное, если мы говорим о прилете в Чили, нужно понимать, что Чили страна безвизовая для ряда, скажем, стран. То есть, допустим, для России это безвизовая страна, и они могут спокойно прилететь, как в Турцию, взяв билет на самолет. При этом нужно понимать, что беременную женщину на борт самолета посадят до 36 недели включительно. То есть есть естественные дедлайны, в рамках которого нужно спланировать поездку. Поэтому лучше к нам, конечно, обращаться за 2-3 месяца, как минимум до прилета. Лучше раньше, ну, то есть я говорю прям какие-то короткие сроки, если мы говорим о прилете в страну. Если это граждане тех стран, которым нужна виза, нужно понимать и заложить этот период времени для получения визы. Поэтому здесь, конечно, лучше написать тебе, проконсультироваться и уточнить, в какие сроки лучше обращаться, начинать работу. Это, наверное, основное, что может так или иначе где-то, ну, какие-то моменты приостановить, либо не дать возможности приехать. А так, если мы говорим в принципе, почему приезжают к нам родители будущих детей родить, и те, кто, допустим, будет смотреть этот ролик впервые, не видя предыдущие ролики, которые мы записывали, основное это то, что ребенок получает паспорт автоматически, этот паспорт дает без визы в ключевые страны, в США, Канаду, страны Евросоюза, Великобритании, Японию. То есть у ребенка будет с рождения возможность выбора. Выбора, где бы он хотел учиться. В дальнейшем возможность выбора, где бы открывать бизнес, просто пожить, там, какие-то релокации. То есть это у него автоматически появляется. У нас, допустим, есть чат клиентов, где они получили уже услугу, либо находятся на той или иной стадии, и они делятся между собой. Мы, там, полетели в Испанию, там, для того, чтобы получить нам, как родителям, в Испанию потребовалось виза, ребенку просто показать паспорт. Это же круто, круто. Вот, и такие возможности родители могут дать ребенку сразу с рождения. Не только жизнь подарить, но и крылья возможностей. Вот, и это если мы говорим, почему родители выбирают страну Чили. Здорово. Какие еще преимущества, скажем, получают как дети, так и родители? Ты сказала, что если, имея уже, будучи гражданином этой страны, также, как бы, в упрощенном порядке, в Испании можно получить гражданство, да, прожив два года. Ну, те, кто, допустим, мечтают об этом, это упрощенный вариант получения гражданства в Испании, например. Да, то есть Чили, это же бывшая испанская колония, и есть помимо, в принципе, чилийского паспорта, крутого, сильного, можно еще и получить испанское гражданство. Для этого нужно в стране прожить. В Испании, естественно, два года, чтобы получить испанский паспорт. Ну, допустим, ребенок в будущем полетел учиться в этой стране, пока учится, там, год-два, то по истечении двухгодичного срока нахождения в стране он имеет право уже подать себе на паспорт. Вот, я считаю, что это классная возможность для тех, кто нацелен именно на ЕС. Вот, поэтому здесь однозначно еще один бонус прилипает. Ну, и в целом, если мы говорим, допустим, о родах немножечко, да, то есть так, как прилетаются конкретные задачи, важны параметры, такие как медицина, безопасность, это все на уровне, там, США. То есть и медицина на высоких показателях, и комфортная, безопасная страна. Какие-то годы даже безопаснее, чем в США по критериям определенным. Вот, я считаю, что это тоже важно при выборе страны, где бы ты хотела встретить своего ребенка. Вот, если мы возвращаемся к непосредственно гражданству для родителей, какие бонусы вообще у них появляются, не появляются, да, в эти моменты тоже часто возникают родителям ребенка, а также бабушки и дедушки, хочу это тоже отметить, имеют право попадать на гражданство и себя. Причина это будет родственник чили, в данном случае это их ребенок. После того, как ребенок родился, получили все документы, как я уже сказала ранее, в течение 10 дней. После этого мы имеем право на основании этих документов подать документы на первую ступеньку к гражданству, это вид на жительство. Подаем документы еще в Чили, находясь. После этого они могут улететь из страны и вернуться уже через 6 месяцев. Это примерно срок рассмотрения документов за одобренным видом на жительство. Вот, и на этом этапе, как только они получили вид на жительство, будет отсчитываться 2 года до подачи документов на гражданство. То есть у родителей и бабушек и дедушек есть огромное привилегие. Кто видел предыдущие наши ролики, обратил внимание, что если мы идем по стандартному пути, то от первого МНЖ до подачи документов на гражданство это 5 лет, здесь это 2 года. В рамках этого двухгодичного срока в Чили нужно будет прожить в среднем 22 месяца. Этот срок тоже возможно сократить по ходатайству миграционный отдел. Таким образом, прожив необходимый промежуток времени, мы сначала получаем ПМЖ, постоянное резиденство, и далее уже подаем документы на гражданство. По истечении этого срока, двухгодичного подать документы на паспорт, и далее можно идти с стороны. Документы рассматриваются также примерно полтора-два года. То есть по хорошему паспорт у родителей уже будет через 4 года на руках. Если в принципе сравнивать с другими гражданствами, то, наверное, вкуснее и более гибких условий получения паспорта нет нигде. Я понял тебя. Ты классно рассказала сегодня про роды, про гражданство через роды. Я тебя благодарю. И увидимся в следующих видео. Расскажешь, может быть, про стоимость, про какие-то тонкости, которые появятся в процессе. Да, я призываю твоих подписчиков на самом деле задавать вопросы в комментариях к этому видео, тебе в личку писать, что бы вы хотели, чтобы мы раскрыли в следующих видео. Потому что это очень важно. То есть из ваших вопросов будет появляться вот такой контент, на котором мы готовы отвечать на ваши вопросы. Оставляйте заявки, контакты. Мы вас проконсультируем. Обращу ваше внимание, что у нас консультация бесплатная. Некоторые компании, так скажем, пользуются этим возможностью и продают свои консультации. На самом деле у нас задача дать вам полноценную информацию, самую верную, не ту, которая может где-то подставлена, и она может быть уже устаревшей. Мы каждый день работаем с клиентами. У нас каждый день клиенты прилетают на роды, либо на подачу документов на ВНЖ. У нас целая команда живет в Чили. И сопровождающие, которые на каждом этапе ведут клиента за руку, весь процесс. Как вы понимаете, в любом случае процесс небыстрый, но при этом очень комфортный, потому что вы в контакте постоянно с нами, и вы точно понимаете, что до результата мы с вами дойдем. Все, тогда мы будем завершать, друзья. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok